Да, наша задача про диалоговые системы, диалоговые агенты. Сначала немножко поговорим об этом. Умение диалогового агента общаться с пользователем, узнавать его намерения. Это наиболее важное свойство всей диалоговой системы. Это наша конечная цель. Сейчас почти всегда это умение реализуется посредством отверцовки дерева диалог-дизайнером специальным. Наша задача состоит в том, чтобы внедрить в систему возможность оперировать со сложными логическими правилами. Они будут генерироваться автоматически и предполагается, что будут работать с достаточно простыми сущностями, такими как проблема пользователя, параметры этой проблемы и тому подобное. Для этого было выделено две гипотезы. Первое. Есть некоторый набор сущностей, который удовлетворяет определенный набор условий. В нашем случае их три. Во-первых, конечно же, это набор конечный. Эти сущности можно как-то научиться выделять от сразу пользователя. И, зная только эти сущности, можно понять смысл сформулированного запроса, намерения пользователя. И гипотеза 2. Можно получать обратную связь от пользователя. То есть, правильно мы выбрали действие, неправильно его комментарии какие-то. В нашей модели это учитывается, поэтому о гипотезе 2 мы больше пока не будем говорить. И на данный момент мы смогли разбить задачу на два раздела. Первый – это выделение сущности общего вида, а второй – это работа с ними, используя правила вывода. Для начала мы пытались определить, что же такое сущности общего вида. Для этого разбили входящий запрос пользователя на проблему и параметры. Предположили, что параметры проблемы никак не влияют на определение намерения пользователя. А проблему мы разделили на две части действия объекта, которые и называем сущностями. Выделение таких сущностей сама по себе – это достаточно объемная работа. Предполагается использование результата в теории грамматики. И для представления зависимости сантастических единиц используется CoinalU-формат инструмент UDPipe, который может строить очень удобные сантастические деревья, семантические деревья. И для того, чтобы учитывать близкие по значению слова, было предложено использовать векторные представления слов. Позже они были посчитаны для слов, которые содержатся в наиболее последующих репликах из составленного набора. В дальнейшем можно будет сравнить расстояние между векторами слов входного сообщения и полученными из датасета. Например, используя обычную эвклидовую метрику. Сейчас, однако, мы предполагаем, что уже научились выделять сущности, и поэтому переходим к следующему шагу. Для работы с уже выделенными сущностями мы выбрали метод резолюции, в таком виде его записав. То есть у нас есть действие и объект, и они ведут к какому-то намерению Z. То есть действие X, объект Y приводят к намерению Z. Раскроем импликацию, приведем вот к такому виду. И затем, получая на вход действие X и объект Y, вводим намерение Z. То есть есть действие X, есть его отрицание, отсюда выходит строчка. И потом, получая объект Y, выходит намерение. Далее, в связи с тем, что объем работы достаточно велик для проверки и тестирования нашей гипотезы в конечных условиях, это небольшая банковская система, мы написали тестовый чат-бота. И для него использовался такой алгоритм. Мы получали запрос от пользователя, выделяли сущности общего вида, приводили их к начальной форме. В данном случае начальная форма – это начальная форма слова. То есть у существительных это именительный падеж, у глаголов инфинитив и так далее. И сравнивали найденные основы с ключевыми словами, которые уже заранее заданы. То есть база была задана. База – это именно вот эти дизюнкции. X, Y – объект действия. Сравнивали вот как. Сначала проводили прямое сравнение, потом искали по синонимам в словаре, использовали Яндекс.Словарь. И затем, если уж ничего не нашли, тогда использовали метод Ливенштейна. Тоже своего рода проверку. А затем уже из выделенных сущностей получали намерение использования метод резолюции. Здесь можно рассмотреть такие примеры. Поначалу пользователь на первом примере хочет узнать про льготы для студентов. Мы понимаем, что он хочет узнать льготы, что он говорит о льготах и хочет про них узнать. Поэтому итоговый результат будет, то есть намерение пользователя, узнать про предусмотренные льготы. Далее второй пример. Пользователь интересует возможность работы с акциями. И он не уточняет, какие работы с акциями интересуют. Просто хочет поработать с акциями. Мы берем слово «акция» здесь, как объект, и просим его уточнить, что именно он хочет делать с акциями. И вот он там может обратиться к оператору, если ему хочется поговорить об этом уже не с роботом, а с человеком. Или если действия какие-то более механические, он может сам уточнить, что именно он хочет делать. Ну и если пользователь пишет вещи, совершенно не связанные с темой диалогового бота, например, спрашивает у банковского бота, какая погода в Новосибирске, или какие-то другие, задает вопросы. Конечно, тут уже на усмотрение заказчика, то есть он может, бот может либо отшутиться как-нибудь, либо сказать, что проблема не ясна, вы говорите немножко не о том, попробуйте обратиться к оператору, ну и так далее. Это уже на усмотрение заказчика. Что же имеется в итоге? В итоге мы разобрались с понятием наборов сущностей, выделили, что это такое, наметили путь получения наборов сущностей сразу пользователя, то есть с использованием семантических деревьев, эмбеддингов слов и так далее. И написали простой алгоритм для выявления намерения пользователя уже выделенным сущностям, то есть вот этот небольшой банковский чат-бот. А также убедились в возможности применения метода резолюции на вот таком небольшом примере сначала. Ну, в общем, посмотрели на каких-то простых вещах. И, получается, прошли все шаги от планирования до небольшой, но реализации проекта. Все, ваши вопросы? Спасибо. Вопрос прост. А у меня вот такой сразу вопрос. Вы начали в качестве примера, использовали, ну, некоторые небольшие примеры, которые построили. Можно открыть его там просто, любой? Вот. А нельзя ли было бы здесь, вот хотел бы узнать про расписание проекта 7 в воркшопе МЦА написать, а там итоговые результаты поставить? Представляете, какой шикарный был бы пример и полезен всем нам? Можно было в теории. Ну, у нас еще межмодуль будет, я так, как, скорее, предложение может подумать. Ну, да. Еще более, то есть, например, если мы берем пример воркшопа, а не банка, это еще более узкая какая-то система. То есть, там совсем конечный, точнее, в любом случае, совсем ограниченный набор каких-то действий. Поэтому это будет еще проще написать. Да, это в целом возможно. Ну, ладно. Я так, предложение внести. У меня вопрос есть. Можно вот слайд с резолюцией вернуть? Да. Вот я, я вот тут вот, у меня есть некоторое недоумение, в смысле, непонимание. Дело в том, что у вас вот там под конъюнкцией и стрелочка к стрелочке, вот объекты, которые там присутствуют, это такое ощущение, что это объекты. Дело в том, что правила резолюции, вообще логика, она оперирует с логическими, то есть, логические конструкции, они обладают семантикой истинности или ложности. То есть, это не сами предметы, а это утверждение предметов. А здесь вот это выглядит в такой форме, что у нас есть какой-то объект 1, мы берем конъюнкцию с объектом 2, получаем объект 3. То есть, намерение, это же не информация, то есть, это не суждение о чем-то, а это именно объект. Вот в этом смысле я бы хотел понять логическую природу вот этого правила, потому что это явно не то, что я имею в виду, ну, в моем представлении является логическим правилом, ну, например, методом, например, правилом резолюции. Да, я, кажется, понял вопрос. Ну, в общем, объект равно Y, это что-то, что может быть либо истинным, либо ложным. Так же и действие равенства. Я интерпретировал это так, что это вот X, что подставляется X туда. То есть, вы оперируете равенство. Да, объект равно X, 10 равно X равенство, объект равно Y равенство, намерение равно Z тоже равенство. Все. Наверное, стоит вопрос. То есть, вы используете это атомарные формулы такие с равенством, и вы можете вычислить там, что это за намерение такое было. Ну, все. А теперь... Равенство можно интерпретировать и как выбор. Я думаю, что это тоже интересно, как интерпретация равенства. Возможно, здесь хватит пропозициональных. Да, вот я про это и говорю. И тогда вы можете сразу же использовать те решатели, которые и в нашей подсадочке. Если же вам понадобится что-то более наразительное, ну, тогда это другой класс решателей. И тоже можем подсказать. Хорошо, если что, мы имеем это в виду. Николай Алексеевич, разрешите вопрос? Да, конечно. Уважаемые коллеги, вот мне кажется, Сергей Сергеевич уже сегодня поднял классную тему о том, что было бы нам здорово ко второму модулю вордшопа иметь какие-то боты и тому подобное, но может быть, вот студенты, которые занимаются сейчас этой проблематикой, могли бы понять, а что еще, какие еще проблемы они могли бы решить там для факультета, для какого-то удобства, потому что на самом деле это очень важно, да, как бы и таких проблем, я думаю, с которыми студенты сталкиваются достаточно много, поэтому если вдруг у студентов есть какие-то идеи, как можно было бы при помощи тех методов, которые они сейчас на воркшопе рассматривают, облегчить жизнь самих студентов, да, то я хотела бы сказать, что, значит, возможно даже подать какой-то такой проект и как бы не за бесплатно это сделать для того, чтобы всем нам было удобно и заодно вы сможете прокачать свои скиллы, да, а допустим у мехмата или там у команды воркшопа появятся здоровские интерфейсы, поэтому вот если будут какие-то идеи, то все это приветствуется, я думаю, что мы можем с вами связаться, вот, спасибо. Если есть еще вопросы, я тогда задам вопрос, можно показать слайд с примерами? Да, сейчас. А, спасибо. Вот примеры, да, такой вопрос, как вы, вот, ну, примеры диалогов генерируете, то есть вот то, что пользователи спрашивают, как мы генерируем запросы пользователя? Да, да, да. Просто, пока что просто из головы, то есть, ну, думаем, что может пользователь спросить, у нас там есть, нам предоставили определенную там базу данных и мы смотрим, какие запросы вообще характеризуют банковскую систему, например, то есть, что обычно люди пишут банковскому боту, это там оформить карту, заблокировать карту, какие-то о своих проблемах сообщают, и вот, ну, мы построили все на основе этого. Вот данные примеры конкретно, это просто мы придумали их. Ну, понятно, спасибо. А то есть, в дальнейшем, возможно, какое-то будет уже автоматическое тестирование, да, с автоматической генерацией. Да, конечно, когда пройдут готовый, очень хорошо было бы его протестировать на очень большом количестве примеров. Спасибо. А можно тогда тоже сразу вот в продолжении этого вопроса, а как вот вы планируете работать? Ну, вот у вас замечательные примеры, писали люди грамотные и верно. А если, ну, вот будет мани-мани переводить, давай, как с этим быть? В общем, вообще, эта работа, она относится к первому разделу, сейчас я покажу, вот я здесь, выделение сущности общего вида, это вообще сам по себе отдельный проект, то есть тут можно использовать большое количество средств, мошен-леунинг и прочее, конкретно, то есть опечатки уже исправляются автоматически, есть для этого модуля, а именно какие-то сленговые разговоры, это уже все-таки нужно обучать, использовать какие-то предобученные сети или что-то типа того, обучать уже на пользователях. пользователям, да, нужно. Спасибо, да. субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok